Всем большой привет подписчикам и заинтересованным пришедшим на мой канал. Весна, это у нас середина мая, поход в лес, весенний лес, это Сибирь, Кузбасс. Появились первые растения, которые можно уже заготавливать и использовать их в течение целого года. Папоротник еще у нас не пошел, он пойдет позже, на неделю может быть больше. Его здесь очень много, орляк, папоротник орляк. Но мы собираем вот такое растение. Это так называемая медунка, мягчайшая. Это растение одно из первых, которое появляется после схода снега. И цветет до конца мая, начала июня. Это интересное растение, которое мало кто знает и использует. Это растение дикорастущее, которое растет после схода снега. И отличительным признаком его являются вот такие вот синенькие цветочки. Многие в детстве их пробовали на вкус, они сладковатые на вкус. Что это за растение такое? Медунка мягчайшая, это лучшее легочное средство. То есть средство для лечения заболеваний легких. Или его иначе называли у нас легочница. Второе название медунки. То есть она в виде свежем и высушенном. Когда мы ее срываем и быстро высушиваем. Высушивается в течение 3-4 дней. И потом употребляется в виде отваров в течение всего года. Как лучшее бронхолегочное средство. Считается лучшим средством для лечения бронхолегочных заболеваний у детей. Кроме того, она вкусная сама по себе. И идет в салаты, весенние салаты. И сейчас есть уже у меня пример, когда ее использовали в жареном виде. То есть эта медунка шинкуется и жарится в разогретом масле во фритюре. Получается очень вкусное блюдо, напоминающее вкус грибов. Даже по вкусу вкуснее, чем папоротник орляк жареный. В этом растении содержится очень много микроэлементов. Марганец, кремний. Она рекордсмен по содержанию этих микроэлементов. И второе важное свойство, которое исследовали наши ученые. Томские кафедры ботаники исследовали ее как перспективный антикоагулянт. В нем содержится интересное вещество, которое способно разжижать кровь. То есть она может служить природным заменителем всех этих кардиомагнилов и аспиринов, которые противопоказаны людям с заболеванием желудка. То есть она не разъедает желудочно-кишечный тракт. В небольших количествах, то есть в малых количествах, она является средством, которое улучшает риологические свойства крови, делает ее более жидкой. А в концентрированном виде она наоборот является вещецом, останавливающим кровотечение. Вот такой интересный антикоагулянт. Медунка мягчайшая. Как ее заготавливают? Ее срывают весной, даже в пору цветения. Срывают весной и употребляют или в свежем, или в жареном виде, или быстро высушивают где-то в тени до состояния 8-4%. И потом заваривают в течение года. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Благодарю за внимание.